Это новости об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. 10 человек украинцев пострадали в автомобильной аварии в Чехии. Они госпитализированы, как сообщают чешские СМИ. Люди ехали на заработки. ДТП произошло вблизи города Бурно. Микроавтобус, в котором было 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу. Тем временем в венгерской больнице города Мишкальце остаются четверо из 10 травмированных украинцев, пострадавших в ДТП. Это трое пассажиров и водитель, сообщил представитель МИД Украины Сергей Погорельцев. Микроавтобус с украинцами попал в аварию накануне недалеко от словацко-венгерской границы. Шофер не удержал руль на большой скорости и врезался в дерево. Власти Испании отказались от переговоров с Каталонией по поводу протестов. Ранее с такой просьбой к Мадриду обратился глава региона Ким Тора, сообщают местные СМИ. В Барселоне манифестации продолжаются с 14 октября. Люди поджигают мусорные баки и шины. Накануне полиция впервые применила резиновые пули. Протесты начались после того, как Верховный суд приговорил лидеров каталонских сепаратистов на сроки от 9 до 13 лет тюрьмы. Их признали виновными в организации незаконного референдума в 2017. Антиправительственные протесты продолжаются и в Гонконге. Протестующие возводят на улицах баррикады, блокируют дороги, устраивают погромы, бросают в полицию бутылки с зажигательной смесью. Для разгона демонстрантов правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Многотысячные акции протеста продолжаются в Гонконге уже пятый месяц. Их участники требуют проведения демократических реформ и отставки правительства. А теперь призывают еще и к независимому расследованию случаев полицейского насилия на предыдущих акциях. Президентские выборы проходят в Боливии. За пост президента борются девять претендентов. Главные фавориты гонки – бывший президент Карлос Месса, который руководил страной с 2003 по 2005 год и действующий глава государства Эва Моралес. Моралес претендует на четвертый срок. Он бывший пастух и первый в истории Боливии президент-этнический индеец. К власти пришел на президентских выборах 2005 года. Книги о женщине на войне или в благополучном городе, о женщине униженной и убитой горем или сильной и успешной. Женские голоса в литературе звучат по-разному. Рассказали украинские писательницы во время дискуссий на франкфуртской книжной ярмарке. Какие произведения презентовали и как развивается женская литература в других странах. Смотрите в сюжете Юлии Крючковой. Украинская писательница Гаська Шиян в начале октября получила европейскую литературную премию за роман «За спиной». Весен о до современной женщине. Это голос первого поколения современных украинских эмансипированных женщин. Они начали хорошо зарабатывать, ездить за рулем, покупать себе машины, свободно себя обеспечивать. Но они все еще живут в патриархальных клише с заморочками о том, что надо до 25 выйти замуж, до 30 родить трех детей. Этот конфликт и лежит в основе. По сюжету парень главной героини уходит на войну, но она не собирается становиться стереотипной женой героя и добивается права жить так, как хочет. Тему «Женщины войны» затронула в своей первой книге волонтерка Тамара Дуда, которая пишет под псевдонимом Гориха Зерня. В романе «Дотя» она рассказывает о драме «Женщина из Донецка» на фоне начала войны. Автор говорит, каждый диалог в книге происходил на самом деле, а каждый герой имеет прототип. У главной героини несколько прототипов. Один из основных – Наталья с позывным «Эльф». Она военнослужащая, волонтерка, разведчица. Я имею честь быть с ней знакомой. Но героиня вобрала и мои черты, и черты других женщин. Обе писательницы, а также одна из самых известных в мире украинских авторов женщин Ирена Карпа на украинском стенде Франкфуртской книжной ярмарки провели дискуссию о женских голосах в литературе. Когда я только начинала писать, мои женские персонажи были такие крутые, как супергерои. Они открывали двери ударом ноге. Они ничего не боялись. Они были как женщина-кошка и Лара Крофт вместе взяты. Только в украинских реалиях. Теперь я мама большой семьи. И поняла, что все не так просто. Теперь мои героини страдают и борются. Писательницы говорят, в украинской литературной среде чувствуют себя на равных с мужчинами. Но такая ситуация не во всех странах. Например, на Филиппинах мало авторов женщин. Кроме того, там до сих пор существует социальное неравенство и дискриминация из-за пола. Чтобы показать проблему, в 2015 году там было создано небольшое издательство литературы о простых филиппинских женщинах. Мы работаем с маргинализированными общинами в стране, с женщинами-фермерами, рабочими. Мы печатаем их истории, то, что они пишут, рассказы, стихи. Мы поднимаем тему войны, ведь она влияет на женщин не так, как на мужчин. Говорим о женщинах, у которых забирают землю, которых убили военные или крупные землевладельцы. Пишем о жестоких условиях работы и голоде. Количество литературных произведений женщин о женщинах растет. В том числе их голос появляется в книгах мусульманских стран. А в Европе, США и Канаде существуют десятки специализированных изданий, которые выпускают как художественную литературу, так и нон-фикшен на тему феминизма. Юлия Крючкова, Руслан Белозеров из Франкфурта на Майне, UATV. 18 наград, из которых половина золотые везут украинские паралимпийцы из Сиднея. В австралийском городе проходил чемпионат мира по пулевой стрельбе. В аэропорту Борисполь победителей встречает корреспондент UATV Игорь Меделян, он на связи со студией. Игорь, добрый вечер. Прибыл ли самолет со спортсменами? Даш, самолет действительно прибыл. И вот сейчас мы видим сам момент встречи. Наших спортсменов встречают в аэропорту Борисполь. Встреча действительно очень волнующая. Встреча очень радостная, потому что ребята привезли в Украину 9 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых медалей. Сейчас вы можете видеть, как раз наши спортсмены появляются у нас в кадре. Вот сейчас как раз вся наша сборная в полном составе, паралимпийская сборная по пулевой стрельбе. Немного задержался рейс, из-за этого пришлось немного подождать. Но вот как раз именно в момент нашего эфира ребята вышли уже в зал, где их встречают родные, близкие, друзья. И сейчас запланирован небольшой брифинг. Как раз наши спортсмены расскажут о том, как им удалось все-таки победить на этих соревнованиях и стать лучшими во всем мире. Наша команда заняла лидирующую позицию, стала первой среди всех стран. И напомню, что участвовали 55 стран в этих соревнованиях. И всего принимало участие около 300 спортсменов из разных стран мира. Игорь, спасибо. Прямо на кульминацию попали встречу наших паралимпийцев. Они вернулись из Сиднея и привезли 18 наград, из которых половина золотые. Марафон в поддержку женщин с диагнозом «Мрак груди» состоялся в Киеве. Акция благотворительная. Присоединиться к ней мог каждый желающий, внеся 300 гривен. Это 12 долларов. Участие приняли почти полтысячи киевлян. Пробежали дистанции 5,7 километров. Больше в сюжете корреспондентов ЮИ-ТВ. О раке молочной железы в семье Арнеллы знают не понаслышке. Поэтому за состоянием здоровья девушка следит тщательно. Пришла, чтобы поддержать людей с таким диагнозом. Исследовалась каждые полгода. Плюс я в зоне риска, потому что у меня, у бабушки была такая проблема. И у тети были такие проблемы. И поэтому я понимала, что даже у кошки у моей была такая проблема. И кошку, кстати, удалось вылечить в отличие от всех остальных. И поэтому я постоянно хожу к ламологу, к гинекологу. Сотни человек приняли участие в забеге этой женщины и мужчины. Рак груди не исключительно женский диагноз. По статистике, один из ста заболевших – мужчина. Я долго сомневался, могут ли мужчины участвовать в этом заболевании, потому что больше на женщин все-таки ориентирован. Но все-таки на странице развеяли эти слухи. И поэтому я как любитель спорта и как человек, который любит делать хорошие дела и помогать людям, которые борются с такими заболеваниями, то я был бы рад вот так присоединиться. Ежегодно в мире с раком молочной железы сталкиваются более 10 миллионов человек, сообщает во Всемирной организации здравоохранения. Перед стартом спикеры со сцены рассказали о необходимости своевременной диагностики и обследования. Я хочу, чтобы этого было меньше. Я хочу, чтобы люди, приходя к нам, и вообще, если они обнаруживают, что у них такие есть болезни, очень многие расстраиваются, очень многие теряют веру. Это надо бороться с этим, надо бороться внутри. Это мероприятие именно о том, что внутри у вас есть силы. Собранные деньги будут перечислены в фонд социальной помощи Национального института рака. По окончании забега все победители получили призы. Мы на полный путь! Спасибо, что вам интересна Украина. Следующий выпуск новостей на русском менее чем через два часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok